вчера мы не закончили видео потому что мы не закончили перевозить вещи спали мы сегодня три часа меня глаз трясется нет видно полночью возили с этим матрасом еще ребята это нереально заснять было и вот так вот с матрасом шел ночью сохранники косили у вас какие проблемы дети расскажите чем вы занимались ночью спала а ты тоже спала в общем ребята нас утро идем завтракать сегодня выезжаем отъезд приезд обязательно заснимем депозит еще получить мотоцикл отогнать на платную парковку маленько еще вещей закинуть до виктору сдать пропуск на платную парковку типа как жек он называется что ли это не помню как он по-китайски называется а с интернетом вы решить нам нужно отключить домашний интернет а в садик до стадии в общем там поцеловать так рассказывал я по состоянию души рассказываю сильно устали ребята очень мы идем в общем но единственное радует то что сегодня мы летим и завтра мы будем утром в россии будем отдыхать до наелась что кушала все наконец-то квартира готова а буквально осталось немного наших вещей вот она будет наверно за две ходки нора увести к витте сейчас я иду общем сдавать ключи ну не ключами нужно в общем получить депозит 8000 юань ребят сумма немаленькая поэтому серьезно сейчас в общем квартиру подготовили убрали все протерли и мне нужно сейчас риэлтора с агентства выдернуть чтобы она посмотрела квартиру приняла и выдала нам эту сумму на руки я думаю что будет все нормально вот этот человек неприятной наружности наша агенция ничто не предвещало беды пришел сдавать пропуск попросил агенцию таун который сзади идет сдать помочь ждать мне пропуск на платную парковку для мотоцикла и ну вроде бы отдать пропуск и все да и как бы но дальше пойти дела делать я подаю пропуск она горит двести тридцать или двести сорок юаней горит заплати что почему я каждый месяц плачу хозяйки по 50 юаней почему я должен платить 280 юаней я гру почему я думаю я пишу и на вечер гру почему я должен платить 280 там сколько 240 то улыбается стоит в итоге короче повисели повисели на вичате маленько с через переводчик пообщались играть платить 20 я не что почему почему я вообще должен платить круче чтобы не стоять чтобы не тянуть резину я круче дал эти 20 я не мы идем общем квартиру я чувствую сейчас еще та история будет сейчас мы будем принимать долго квартиру а я здесь заложник потому что у меня очень кругленькая сумма у нее вот именно у нее ладно не будем наговаривать может быть сейчас все нормально будет поднялись они на этаж смотрят в общем счетчики почему-то здесь они поймают чем а здесь на воду проверять все счетчики в общем сейчас будет считать сколько я должен сколько мы должны среди для сколько вещей это наверное три таких вот кучки а уже ушло веронички в садике выдали альбом да я очень я хомячок твой любимый хороший такой альбомчик вот не кусечка очень очень воспитательница блин так заплакала с мамой обнималась а еще директором обнималась что мама кати обнималась с учительницами серьезно что я там вообще рыдала почему да малютка ты и так еще пока малютка голоса второго этажа фотали прикольно вот еще и поцеловалась обнялась нормально нашла просто вот садике отдали вот эти два рисунка и еще рисунок мамы мама какая-то принцесса считает газ поле не рычи ну да она такая она пришла у нас денежки забирать это помощница хозяйки агенша почему что-то такая злая ну поле все хватит рычать проверяет телевизор кача чё случилось стала душа трясется пощипали да кстати ребята нас пощипали конкретно нам должны были дать 8000 наш залог 8 8 тысяч я не а в итоге нам отдали 545 300 нам отдали взяли 2 200 и они за стулья за электроэнергию насчитала очень много 900 юаней насчитала за свет в общем щипает еще плюс за налог взяли 1400 который она и не платила да да она еще который не платила за него поэтому так не знаю я конечно буду с ней требовать и танцы до обязательно питанцы пускай нам предоставит чтобы ну как бы она в карман эти деньги не положила вот если она них не предоставит я буду просить с ней по вичату чтобы она меня переслала в общем посмотрим что будет все ребята мы собрались у нас стоит сколько вещей нам дети помогают у нас еще сзади рюкзаки которые не закрываются мы еле-еле закрылся девчонки набрали игрушек их рюкзаки полный игрушек книжек ручек всяких все ребят мы поехали в аэропорт на метро буквально одна пересадка удобно и ехать минут сорок пять на пятьдесят поэтому что мы успеем все мы прошли мы прошли таможенный досмотр и сейчас мы идем на посадку же самолету время сколько я немного волнуюсь двадцать один двадцать девять двадцать два десять самолет нормально эти ребята какие высокотехнологичные тележки о реклама пошла поле до мультики смотрит вот так вот едешь едешь что-нибудь засмотрелся как ехал да и все куда-нибудь давай рассказывай что случилось то у нас короче отменили наш рейс сказали что его перенесут на более позднее время сказали ждать примерно два с половиной часа точной информации нету и она сказала что выход пока не поменялся поэтому можем идти туда но информация нету по этому рейсу нет замечательно пошли туда мы уже переоделись потому что в аэропорту холодно может быть это все началось потому что мой фонарик застрял в дереве в этом он же не улетел какой я неудачник начинаешь во всякую чушь верить что почему не так почему не ладится рейс задержали ребята впервые такой вообще впервые в общем ребята у нас посадка сейчас началась поставили на время час пятнадцать вот так вот сейчас нам было успеть потому что мы лететь будем три часа это получается четыре там будем а у нас второй есть я там запас два часа пять тридцать пять полтора часа ребята ура мы в самолете девчата помашите ручкой ника спать в общем мы волнуемся потому что самолет только в час 15 летает лететь нам больше трех часов а там у нас пять часов пять тридцать сейчас хорошо стоит мы не успеем мы боимся что они все включение продолжается ребят в общем мы застряли в пекине наш самолет улетел благополучно и поэтому сейчас вынуждены ждать в общем ситуация такая что билеты есть на дату только через три дня уже валина я может быть ожиданием но сейчас очень много рейсов задерживают пекин и не принимает самолеты и поэтому задерживают очень много рейсов очень много людей не являются на на рейсе то есть на самолетах опаздываю и поэтому они порекомендовали нам остаться в гостинице они предложили нам гостиницу вот трансфер до гостиницы то есть предоставили и затем сказали если какая-то информация будет мы вам сообщим то есть если кто-то не придет не явится на рейс в час ночи например нас повезут обратно в аэропорт посадят на самолет не унывающие дети наши так как и по их вине мы не доехали нас разместили бесплатно да да нас разместили в гостинице и довезли тоже бесплатно но чего нам этого стоило ребята вообще столько ожидания было потому что мы приехали поздно-поздно ночью в общем сейчас пойдем номер отдохнем маленько то сильно устали кстати так приятно помогают с багажом вот мальчика нам какого-то дали плюс сзади еще у меня багаж взяли Катя это хайнаньские авиалинии нам помогают я так понимаю вот конечно багажа вообще немеренно наверное вся квартира да конечно вывезено а это кстати ребята подарки все ребята мы выспались проспали мы наверное часа три-четыре наверное да Катя вот девчата кушать запросили вот мы выходим в общем с гостиницы сейчас поищем какую-нибудь еду мы находимся в Пекине и мы будем сегодня кушать пекинскую еду северная еда вот наша гостиница кстати по поводу гостиницы ничего особенного ну как сказать в двух словах ну нормально ездить поспать чисто ну нормально в общем да и находится это дело как я не знаю в каком-то промышленном районе мне такое ощущение аэропорт это район аэропорта да район аэропорта сейчас нам придется здесь поискать какую-нибудь едальню ребят смотрите какую штучку нам поставили приготовили шашлычки ну правда сейчас вот непонятно где что какие шашлыки вот это вот яйца перепелиные так посыпано какой-то приправкой сосисочки мяско разное ну такой вот салат здесь грибы яйцо как полина тебе шашлычок вот этот ребенок он занят потому что он увидел вот такое милое существо да ты такой хороший ты такой милый он хочет поиграть но мы сейчас кушаем да вероника вероника у нас ударилась лобом об стол и у нее синяк теперь прям смотри она лилые глазки показывает по-моему ей все равно меня зовут чем кормите сосиской сосиской меня зовут хвостик его хвостик зовут? да я его так назвала смотри он сидит на моей он всегда хвостиком что делает хвостиком собачка забыла виляет виляет сегодня полетим Васию Васи встречай нас Россия когда мы приедем с Полиной мы будем с Полиной мочить и скоти что за моти мотя это бабушкина ну ну животное так качонок мотя кошка какие у нас новости ребят в общем мы пробыли в гостинице сутки наверное да выспались наелись помылись и нас и сегодня мы отлетаем хайнэнскими авиалиниями с 7 предложил ночью улететь но мы что-то не рискнули поехать ночью с детьми сюда и на бум якобы улетим не улетим то есть вот так вот а хайнэнские сказали говорит 8 приходите утром и возможно улетите в общем мы подошли на стойку нас зарегистрировали и все нормально нам выдали билеты и мы улетим китайскими авиалиниями там китайцев много все летят видимо в Иркутск на Байкал наконец-то мы сегодня улетим будем примерно в час дня дома уже кстати ребята кому интересно погода в пекине очень даже жарко я бы сказал бы солнышко прям шкварит я не люблю такую жару сейчас наверное приедем в Россию и будет не жарко ребята смотрите Байкал сейчас мы приземляемся мама а больше тебе что нравится Россия или Китай я Россию люблю в Китае очень удобно очень комфортно жить ну а язык у тебя так плохой язык плохой да китайский да так что мы будем в Россию выбираем в Россию да да выбираем Россию когда мы приедем будет обнять бабушка бабуля дедушка и мой дядь и нас встретит бабушка мы поедем на ее машине музыка мы бросили все чемоданы ну что здравствуйте давно мы не видели Привет, моя хорошая, я пойду ночью встречу. Давайте, прохладно что-то у вас? Как мы долго ехали. Я думала, вы уже никогда не доедете. Кать, ну мы приехали. Не снимай меня. Почему? Потому что у меня лицо устаршее, не накрашено. Да, ребята, в футболочке очень прохладно. Ну, какие ощущения? Здорово? Мы давно здесь не были, соскучились. С зрителем нашим передайте привет. Ой, ты меня такую фотографируешь. Привет всем, я встретила детей, я очень рада, что я их встречала. Долго встречала, но ничего, теперь мы поехали домой. Смотрите, мы как забились. Смотрите, вон Вероничка сидит, как по-турецки. И это мы еще, ребята, не доехали. И мы находимся сейчас в аэропорту Иркутск. И нам где-то около 50 километров ехать до нашего города Ангарска. Что не поменялось? Все так же, как в России были. Все так же. Что еще? Какие у тебя ощущения, Ника, рассказывай, давай погони. Ощущение, что все русские. Все русские, это правильное ощущение. А китайцы есть? Нет. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Пока нет, скажи. Все, ребята, мы приехали в наш город. Сейчас уезжаем в город, это называется Ангарские ворота. А сейчас мы подъезжаем к центру города, площадь Ленина. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok